Ян Бёнинг возвращается домой. Молодой политик едет по Берлину на машине, однако этот автомобиль ему не принадлежит. Он делит его со многими другими жителями столицы. У меня никогда не было машины, но иногда возникают ситуации, когда автомобиль просто необходим, когда нужно, например, перевезти какие-то вещи. С помощью рюкзака или велосипеда это сделать сложнее. Но можно взять машину на время. И с тех пор, как я это начал делать, я заметил, что использую эту возможность всё чаще. Даже там, где раньше, я вполне обходился без машины. Раньше машину нужно было всегда возвращать на станцию проката. Согласно новой схеме, автомобили стоят в городе повсюду. Приложение для смартфона показывает, где можно найти ближайший. Открыть, посмотреть, в хорошем ли состоянии оставил машину предыдущий клиент и ехать дальше. Ян Бёнинг платит около 30 центов в минуту. Ему не нужно думать о страховке, заправке, ремонте, починке и парковке. Обо всём этом заботятся провайдеры каршеринга. Если я хочу вечером развеяться и выпить пиво, я могу поехать на машине, а домой вернуться на общественном транспорте. И мне не нужно следующим утром забирать автомобиль. Это огромное преимущество. Я могу просто выйти из дома, с помощью смартфона найти машину и поехать на ней. А потом оставить её, где удобно. И мне ни о чём не нужно заботиться. Ян Бёнинг при выборе авто может учитывать не только конкретные потребности, но даже своё настроение. Можно взять машину маленькую или большую, для хорошей погоды или для плохой. Каршеринг становится всё популярнее. В Германии число пользователей каршеринга за последние три года удвоилось. Их теперь более полумиллиона. А роль личного автотранспорта существенно изменилась. Сам факт владения автомобилем для молодёжи уже не имеет прежнего значения. Чтобы иметь к чему-то доступ, не обязательно этим обладать. Теперь нет ничего особенного в том, чтобы ездить на машине определённой марта. Молодые люди лучше потратят деньги на путешествия или новый смартфон. Машины они покупают очень поздно, если вообще покупают. Чтобы не терять потенциальных клиентов, производители предлагают не автомобиль, а возможность ездить. С помощью каршеринга они стремятся привлечь внимание молодёжи к своим маркам и заработать деньги. Ведь в будущем транспортная система изменится. Всё будет проще. Не будет пяти тарифных систем и восьми провайдеров. У нас будет доступ к единой городской системе каршеринга. Это значит, что жизнь в городе станет удобнее и фактически внутри городов исчезнет собственность на автомобиле. Система каршеринга очень удобна для многих, но не для всех. Развитие этой модели автопроката подходит для больших городов. Однако тем, кто вынужден совершать ежедневные или дальние поездки, каршеринг попросту не выгоден. В таком случае это дорогое удовольствие. Для Яна Бёнинга каршеринг – отличный вариант. Каршеринг избавляет от ненужного стресса. Свою машину я должен чинить, заправлять и где-то парковать. С каршерингом у меня практически нет никаких проблем. Поэтому Ян Бёнинг и в будущем будет путешествовать именно так – на машинах в аренду.